Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире Никол Пашинян. Мы готовы поддержать любую страну в урегулировании конфликта мирным путем. В Турции на продажу выставлено 300-летнее здание армянской церкви. Армения не будет участвовать в предстоящих учениях НАТО в Грузии. Пресс-секретарь Министерства обороны Республики Армения. ООН предупредила, что действия Турции в Сирии можно считать военным преступлением. Лавров, законные власти Сирии, имеют полное право обеспечивать свой суверенитет. Мы готовы поддерживать любую страну в урегулировании конфликта мирным путем. Так ответил премьер-министр Армении Никол Пашинян грузинским журналистам, находящимся в Ереване. На вопрос об оккупации территории Грузии и России и достижении мира в регионе сообщает Грузинский Первый канал. Пашинян отмечает, что говоря о конфликтах, необходимо быть осторожными. Мы должны говорить об общем восприятии конфликта в нашем регионе и во всем мире. Наша позиция – все конфликты должны решиться мирным путем. Путем мирных переговоров. Мы видим нашу роль в поддержке всех тех партнеров, которые стоят на подобном пути. В то же время я считаю, что все конфликты уникальны, не существуют похожих друг на друга, и мы должны быть осторожны, говоря о них. Думаю, позиция Армении четкая. Мы говорим о формуле урегулирования конфликта, которая должна быть общей для всех конфликтов и которая исключает урегулирование конфликта насильственным путем и попытку решения конфликта с применением силы. Мы готовы в этом случае конфликта Нагорного Карабаха и также готовы поддержать любую другую страну в урегулировании конфликта посредством переговоров, сторон других конфликтов и мирным путем, заявил Никол Пашинян. В Турции 300-летние здания Армянской церкви, находящиеся в квартале Сетбаши города Бурса, выставлены на продажу за 1,5 млн долларов. Как передает armenihaber.em, информация о продаже была размещена на коммерческом сайте объявлений о купле продажи. Как отмечается за последние годы, трехэтажное здание Армянской церкви вообще не использовалось и сейчас находится в полуразрушенном состоянии. Агент по недвижимости Тайфун Озенгенлер в беседе с корреспондентом Государственного информационного агентства Турции Анадолу сообщил, что раньше квартал Сетбаши был армянонаселенным. Здесь в каждом уголке дышит история. До 1980-х годов данное здание использовалось в разных целях. После этого по сей день оно остается в заброшенном и неблагоустроенном состоянии, сказал собеседник информаагентства. Согласно информации, данная церковь площадью в 212 квадратных метров занимает территорию в 300 квадратных метров. armenihaber.em пишет, что агентство Анадолу подготовило материал о продаже армянской церкви на двух языках – турецком и английском. В материале на английском языке указывается, что данная церковь является армянской, а в турецкой версии – нет. Армения не примет участия в учениях НАТО-2018, которые пройдут в Грузии. Об этом новости armenia.news.am сообщил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрунов Анисян. При этом он отметил, что пока не может поделиться дополнительной информацией. Следует отметить, что учения пройдут с 1 по 11 сентября на территории военной базы в Сен-Наки на западе Грузии. Они организованы совместно с Европейским командованием Корпуса морской пехоты США. В военных маневрах примут участие военные из Грузии, США, Украины, Болгарии, Румынии, Латвии, Греции, Турции, Чехии и Эстонии. Специальный посланник ООН по Сирии Стефан де Мистура предупредил, что еще одно возможное столкновение с участием турецких войск в Сирии может выйти за пределы Сирии. Мистура отметил, что население Идлиба составляет 2,9 миллиона человек, из которых около 1,4 миллиона были перемещены по крайней мере один раз из своего места жительства. Большинство из них – женщины и дети, а около 2,1 миллиона живут только благодаря гуманитарной помощи. Представитель ООН добавил, что число террористических групп в регионе вместе со своими семьями составляет около 10 тысяч человек. Поэтому использование тяжелых артиллерийских войск в борьбе с террористами неизбежно, что, однако, неприемлемо для такого густонаселенного региона. Комитет предупредил, что регулярное использование разнообразного оружия в густонаселенных районах можно рассматривать как военное преступление. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что сирийское правительство имеет полное право обеспечивать свой суверенитет и изгонять ликвидировать террористическую угрозу на своей территории, подчеркнув, что Россия поддерживает все усилия по урегулированию в Сирии в соответствии с резолюцией 2254 Совета безопасности, сообщает Сирийское государственное информационное агентство САНО. На пресс-конференции Лавров заявил, что террористы используют гражданское население идлибо в качестве живого щита и планируют провокацию с применением химоружия с целью обвинить в этом затем сирийское правительство. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию произведение Комитаса «Ель-Ель». Комитаса «Ель-Ель» Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!